пока мне стало немного полегче я достала мясо курицу чтобы сделать много заготовок потому что когда болеешь готовить невыносимо тяжело конечно и заготовки нам будут помогать в такие моменты приглашаю вас посмотреть что я буду делать вот я разобрала все мясо у меня получилось два говяжьих сухих набора и косточки с мясом на борщ на борщ на щит и здесь еще как раз курицы тоже здесь у меня два крыла две колени и два бедра это я замарину для жарки здесь у меня я нарезала гуляш здесь говяжий куриный фарш здесь просто куриный фарш все девочки приступаем сейчас замаринуем курочку засыпем туда курица по вашему вкусу куки вы только захотите меня это стол перец совсем черный молотый обязательно карри курица с карри от волшки собственно все закрываю пакет готовить другие заготовки теперь на очереди фарш смешанные у меня говядина и курочка грудка говядина была жирненькая поэтому решила добавить фрукты добавляем сюда одно яйцо также перчик черный молотый и соль по вкусу и перемешиваем вот я вымешала фарш сейчас мы будем делать котлеты хочу показать вам такой вот так может быть кто-то знает вот так оборачивается засовывать в полиэтиленовый пакет а досочку и вот сюда выкладывать котлеты потом не надо ни ножом отколыпывать их они хорошо сходят и уже сразу можно переложить в пакет и и котлеты готовы 8 штучек у меня получилось я остался еще фарш я сейчас из него сделаю фрикадельки либо на суп либо просто фрикадельки в подливке сделаю, а потом в гарниру. Сейчас я котлеты отправляю в морозилку и приступим к фрикаделькам. Вот столько фрикателек у нас получилось. Можно, в принципе, для деток сделать небольшое количество. В подливе, либо можно сделать, как еще раз повторюсь, с фрикадельками суп. Вот иногда бульон такой, не сильно густой. И вот фрикадельки добавим. Сейчас отправлю в морозильную камеру и займемся с вами куриным фаршем. Сначала заправим наш фарш куриный, немножко перца. Куриный фарш лучше отбить хорошенько, чтобы он был более такой пластичный, не растекался. Хорошенько выносите. Вымешат, то есть. Становится вязкий такой хороший. Сейчас разделила на две части фарша. Сделаем такие крупнейшие с сыром. Вот у меня оставался сыр чеддер и гаудо, по-моему, да. Вот сейчас будем делать ледышки внутри с сыром. Смельчу на ручки, потому что... Так, в среду класть сыр. Кругляшки я такие делаю. Сыр там внутри раскладывается. Я когда их достану уже замороженные перед приготовлением, я их окуну в муку, в яйцо и в панировочный сухарик. И обжарю в большом количестве масла. Как они называются? Кругицы бумаги в магазине. Вот столько у нас курицах получилось. Сейчас я их уберу в морозилку и займемся другой частью фарша. Из этой части фарша я хочу сделать куриные рулетки. Постелю полотенце. На него постелим целлофановый пакет. Хорошенько смочим руки водой, чтобы и к рукам фарш не прилипы к пакету. Можно пакет маленько смягчить, потому что фарш вязкий такой. И распределяем полостом, не толстым фарш по пакету. Рулет может быть кто-то помнит в детском саду. Делали такой рулет с яйцом с жареным луком. И сегодня я решила такой рулет приготовить. Буквально один сантиметр в большинстве. Ваши распределили. Мы так в середку выложили начинку. Здесь у меня три натертых на крупную терку яйца, жареный лук на растительной маске, немного укропа и посолила. Сейчас мы это все будем аккуратно сворачивать. Мы Tonight. Ну отлично. Вы митер не Totally. Мы собачки, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И раз, два, три, четыре, пять А может быть еще и не на один раз Второе блюдо У меня значит вышло Куриный рулет С яйцом С жареным луком Три супа Три суповых набора Фрикадельки Кругицы Котлеты Курица для жарки И гуляш Девочки, очень удобно Очень экономно Я думаю, что Не все всегда удобно Приготовить что-то Лишний раз заморачиваться Разморозил Курицу Посолил Поперчил В духовку Положил И все А из курицы Однако Можно приготовить Три полноценного блюда Ну, вот Кому интересно Пользуйтесь Моими рецептами Всем пока-пока